Кино-индустрия не стоит на месте и выпускает всё больше и больше фильмов. Вот 10 киноновинок, вышедших за последний месяц в сети в хорошем качестве. «Виновный» — криминальный триллер от Антуана Фукуа, режиссёра «Великого уравнителя», «Тренировочного дня» и «Левши». А непосредственно этот фильм «Виновный» — это ремейк одноимённого датского триллера 2018 года. Главную роль здесь исполняет Джейк Джилленхол, а вместе с ним в фильме сыграли... Ну как, сыграли, скорее озвучили. Если вы смотрите фильмы в оригинале, то услышите голоса Итана Хоука, Пола Данна и Питера Скарсгарда. По сюжету главный герой — бывший полицейский, который теперь работает диспетчером службы спасения. Каждый день с ним связываются десятки людей, и однажды ему звонит похищенная женщина, у которой дома осталась маленькая дочь. Бейлор пытается помочь жертве, но понимает, что всё сложнее, чем кажется. Я обещал маленькой, до смерти напуганной, шестилетней девочке, что верну её мать домой. Фильм камерный, и всё действие происходит в одном помещении и держится на одном актёре. И в этом плане Джейк Джилленхол прекрасно справился со своей задачей. 12 могучих сирот Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о команде по американскому футболу техасской школы для вдов и сирот «Могучие клещи». Команда сформировалась во время Великой депрессии, в один из самых тяжёлых периодов американской истории. Поэтому часто тренировки проходили то без спортивной обуви, то и вовсе без мяча. Тренером команды стал человек, который понимал, что его хиленькие игроки вряд ли справятся со спортсменами других команд. Для чего он разработал инновационный подход в стратегии игры и тренировках, которые позже легли в основу современного американского футбола. Его схема нападения стала важнейшим нововведением в современном футболе. Это типичная спортивная, воодушевляющая история, созданная словно по шаблону для этого жанра. Картина познавательная, добрая, а повествование легкое и непосредственное. Хороший семейный фильм. Лично три. Один, два, три. Узники страны призраков. Это первый англоязычный фильм японского мастера абсурдной комедии и режиссер-экспериментатора Сиона Соно. Его рецепт фирменного режиссерского стиля – это смешать вестерн, самурайское кино, антиутопию и боевик. Все это приправить долей психоделики и поставить на огонь на полтора часа. На главную роль безумный режиссер позвал самого безумного актера, ну, судя по последним работам, Николаса Кейджа. В общем, действия фильма происходят в мире после взрыва ядерной бомбы. В городе, напоминающем парк аттракционов, где живет беспощадный губернатор. Его любимая внучка пропала, и он поручает грабителю банков по имени Герой найти ее за пять дней. Если все получится, Герой получит свободу, а если нет, то все будет плохо. Ваши брюки также снабжены взрывными устройствами. В картине зрелищный визуальный ряд и крепкий, но абсурдный сюжет, который взрывает не только мозг, но и буквально яйца. И это точно кино не для всех, так что принять этот фильм или нет, учитывая все вышесказанное, это личное дело зрителей. Не дайте времени сдвинуться! Ноже! Злое Это кое-что новое от мастера ужасов Джеймса Вана, режиссера и сценариста «Заклятие, пилы и астрала». Но Злое — это его оригинальный триллер, не основанный на каком-либо первоисточнике. Главная героиня фильма — девушка по имени Мэдисон. Она ждет ребенка, и ее начинают мучить видения жестоких убийств. Но оказывается, эти ночные видения на самом деле — жестокая реальность. Я увидела, как он ее убивает. С первых кадров фильм отсылает зрителей к любимым ужастикам из детства, а также к Джалло. Это поджанр триллера родом из Италии, который делает ставку одновременно и на эстетику, и на жестокость. Ляж ее! К основному действию фильм подходит долго, но потом уже срывается с места и превращается в то самое Джалло с красивым и кровавым визуалом. Ну и налетом готики. В общем, в двух словах, снят фильм хорошо, смотрится интересно, с экшеном и точно не скучно. Я создан для тебя. Человечество в последнее время все чаще волнует вопрос, есть ли у пути, а у роботов душа. Я не живой, и у этого есть преимущество. Тут вопрос немного перевернули и переначали, и задали его, как может ли человек испытывать чувства к роботу. Главная героиня Альма — сотрудница Пергамского музея в Берлине. Она становится участницей эксперимента и должна провести три недели в компании андроиды, которого спроектировали специально для нее. Робот якобы запрограммирован на идеальное партнерство и способен заменить спутника жизни. Героиня с неохотой, но соглашается. Неужели я храпел? Это фильм лишь притворяющийся ром-комом, но на самом деле являющийся высказыванием об отношениях, технологиях и будущем. При этом смотрится он легко, с шутками и видами опустевшего из-за пандемии Берлина. Форсаж 9 — девятая часть гоночной франшизы, которой в этом году исполнилось уже целых 20 лет. И с каждым новым фильмом Форсаж превращается в нечто совершенно иное. Совсем не похоже на первой части зрелища. По сюжету этого, растянувшегося на годы сериала, кибертеррористка Сайфер, пытавшаяся в прошлой части взять под контроль атомную подводную лодку, в этой объединяется с Джейкобом. Это младший брат Доминика, и вместе они хотят покончить с Торетто и его друзьями. Ну то есть, в общем, сюжетная завязка не предлагает ничего нового. И о чистом стритрейсинге. В Форсажах можно только поностальгировать. Он уже далеко в прошлом. Теперь, чтобы удивить зрителя, трюки с автомобилями авторы делают каждый раз сложнее, погони продолжительнее, а используемые технологии изощрюднее. Всё летит, сверкает, стреляет, вертится и взрывается. Здесь и гигантские магниты, и полёты над пропастью, и попытки покорить космос на машине. Ну то есть, это тот фильм, включая который, знания по физике лучше отбросить в сторону. Аннет. Мюзикл-драма от французского режиссёра и визионера Лиоса Каракса, который он готовил почти 10 лет, и посвятил его своей дочери, Насте Голубевой Каракс. Сценарий и все песни к нему написал американский музыкальный дуэт Спаркс, братья Рон и Рассел Мелла, которые были популярны в 80-х, и ещё с тех времён мечтали быть причастными к киноиндустрии. Действие фильма разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Комик Генри и оперная певица Энн выглядят идеальной парой и без ума друг от друга. Но всё меняется с рождением первенца. Это ребёнок. Поют здесь много и в самых странных и неожиданных моментах, так что фильм точно зайдёт не всем. Для кого-то это будет полный восторг, для других же – недоумение. Здесь шикарные актёры в главных ролях Адам Драйвер и Марион Катейяр. Фильм «Тяжёлый», играющий на нервах, он полон образов и абстракций. Кейт. Криминальный боевик от Netflix с Дэвидом Литчем в титрах. Это автор Джона Уика, но здесь он лишь исполнительный продюсер. А главную роль исполнила прекрасная Мэри Элизабет Уинстер. Она играет здесь профессионала в преступном деле по имени Кейт. Выполняя очередное задание, она допустила промах, который будет стоить ей жизни. И у неё теперь есть только 24 часа на разборке с Якудзо, которым она перешла дорогу. В плане сюжета это вполне простой и предсказуемый боевик, который не изобретает чего-то нового. Он идёт с знакомыми тропами Джона Уика и Адреналина. Хотя во второй половине фильм немного проседает. Ну и в плане постановки всех экшн-сцен Кейт легко превосходит многие последние современные боевики, в которых сильные и независимые мстят агрессивным мужчинам. Плюс всё действие происходит в неоновой Японии, в которую авторы вместили максимальное количество атмосферной и красивой японской клюквы. Вроде театра кабуки, типичных японских ресторанов, ярких тачек и якудза. Ну а главное достоинство это великолепная Мэри Элизабет Уинстер. Яблоки Дебют грека Христоса Нику, который в прошлом году участвовал в конкурсной программе Венецианского фестиваля, а ещё работал вторым режиссёром в «Клыке» вместе с Йоргосом Лантимасом. И по фильму это прямо чувствуется. Та же абсурдность происходящего и эмоциональная отрешённость героев. По сюжету главный герой полностью теряет память из-за некой эпидемии. Он один из многих взрослых, который забыл о своём прошлом. Ему предлагают программу реабилитации «Новая жизнь», где он должен выполнять задания, которые раскроют его личность. Просто развлекайтесь. Фильм неспешный, меланхоличный, минималистичный и чистый воды арт-хаус. При этом смотрится приятно и завораживает. Понятно, что он не для всех, но любители странного греческого кино оценят точно. Народ, кто-нибудь из вас знает Бэтмена? «Мужские слёзы». Это новая режиссёрская работа 91-летнего Клинта Иствуда, с самим собой же в главной роли. Его герой Майк Майло – бывшая звезда Родео и конезаводчик, потерявший жену и сына. Работодатель предлагает ему дело – поехать в Мексику, чтобы вызволить оттуда сына, живущего с матерью. Герой Иствуда сомневается, что это хорошая идея, но в итоге соглашается. «Когда пойдут повороты, держись крепче, оторвёмся». По жанру это драма, роуд-муви и вестерн вместе взятые. А в центре внимания – выстраивание отношений между стариком глубоко пенсионного возраста и молодым парнем, за которым он и отправился в далёкую Мексику. Подобное, кстати, можно было наблюдать в Гран-Турино, того же Иствуда, но здесь фильм не про агрессию, жестокость и месть. Он о мужественности и партнёрстве. Он не показывает чего-то нового, но это качественная работа от настоящего мастера кино. Житейские и местами сентиментальные фильмы. «Неплохо». «Подбери». «На этом всё, спасибо за внимание, удачи». «А он суров!» «Он очень крут!» «На этом всё, спасибо за внимание!»